Загадочные убийства, каких окрестили россияне, в последние дни массово начали происходить в Мариуполе. Окупантов десятками травят и расстреливают неизвестные прямо в казармах, о чем регулярно сообщают рашистские паблики. Несколько дней назад неизвестные устроили массовое отравление наших бойцов. Умерли 9 человек, были госпитализированы еще 12. По данным нашего источника в полиции ДНР, выяснилось, что кто-то отравил военным воду. Первые симптомы отравления умершие и пострадавшие почувствовали через 2 часа после ужина. Спасти удалось не всех. Неизвестными оказались украинские партизаны движения «Мариупольский супротов», рассказывает помощник мэра города Петр Андрющенко. Операция была и остается строго засекречена. Известно, что в город с начала месяца начали прибывать новые подразделения россиян. Как раз на них и решили сосредоточить усилия. Эти подразделения абсолютно новые, они были сформированы на территории Российской Федерации, заведены к нам в Мариуполь, Мариупольский район, абсолютно не готовые впервые в зоне боевых действий. Ну и, естественно, без понимания правил поведения. Можем говорить о том, что достаточно успешно и в этот раз работает основной метод устранения оккупационных офицеров, в первую очередь за счет, скажем, не очень свежих продуктов питания и не очень качественных алкогольных продуктов, которые они любят употреблять. В целях безопасности детали операции не раскрывают. Известно лишь, что акция была спланирована в первую очередь против офицерского состава расистов. Чем именно они были отравлены, так же не раскрывается, чтобы подобные сюрпризы можно было повторять в дальнейшем. Мы используем то, что есть, то, что в зоне доступа, то, что не требует особого риска для того, чтобы его получить, собственно, и то, что достаточно легко маскируется под определенные виды еды и питья, скажем так. Кроме отравы, в арсенале мариупольского супротова имеется и огнестрельное оружие. В Мариуполе в последние дни были совершены налеты на две казармы. Все происходило по схожему сценарию. Неизвестные убивали охрану, врывались в казармы и расстреливали спящих бойцов. В итоге убиты 17 военных и еще 11 ранены. Преступникам удалось совершить нападение фактически молниеносно, так что никто не успел оказать им сопротивление. Кроме сухих фактов, об этих инцидентах также ничего не известно. Российская сторона всячески пытается утаить подобные потери. Украинская же просто не хочет подвергать лишней опасности наших героев в тылу врага. Диверсионная и подрывная деятельность проводится постоянно на оккупированных территориях. Для того, чтобы она и дальше проводилась, как в свое время говорил наш инштаб, да, плавно любит тишину. Поэтому мы озвучиваем всегда только то, что уже озвучила непосредственно сторона оккупационная. Ровно в тот момент, когда мы начнем называть свои, открывать карты, скажем так, да, это упрощает поиск, собственно, наших людей, кто задействован в этих операциях. Наших людей в Мариуполе становится только больше. По словам Петра Андрющенко, агенты даже сейчас умудряются проникать в оккупированный город и присоединяться к партизанскому движению, отчего неприятностей у расистов только прибавляется. Работа нашего партизанского движения, работа Мариупольского спротова, она не заканчивается уже больше года, собственно. И это не первое, я надеюсь, не последние утраты оккупантов абсолютно разным способом. В итоге разными способами только за лето и полтора месяца осени расисты, каким казалось в глубоком тылу, лишились более 40 своих военных. Как они и мечтали, их встретили с хлебом и солью. Но никто не говорил, что они не будут отравлены. КОНЕЦ